Как вы в целом оцениваете состояние фундаментальной науки и развитие научно-технической сферы в Алтайском крае? Я оценил ее достаточно высоко, именно с точки зрения фундаментальной науки. Буквально сейчас я был на мероприятии, посвященном 300-летию российской науки, и там было озвучено очень много фундаментальных исследований, которые может гордиться наш край. Про свой вуз хочу сказать, что у нас тоже есть как фундаментальные, так и прикладные исследования. И если не учитывать наш самый крупный проект, про который мы можем поговорить отдельно, то у нас получается приблизительно 50 на 50 процентов. Это с точки зрения зарабатываемых средств именно фундаментальная наука, которая поддерживается государственными фондами и просто государством. И примерно столько же, что у нас поддерживается реальный сектор в экономике. Расскажите об основных научных исследованиях, разработках, которые проводит ваш вуз. И кто здесь чаще всего выступает заказчиком, государство или частные предприятия? Если говорить про самый крупный проект, который реализуется в нашем вузе, это получается проект с ПАО КАМАЗ. Здесь сложно сказать, кто его финансирует, государство или частное предприятие. Этот проект реализуется в рамках 218-го постановления правительства Российской Федерации, но при этом деньги на его реализацию нам выделяет именно ПАО КАМАЗ. Мы в прошлом году закончили основную часть этого проекта, и в этом году мы уже к концу года должны собрать два прототипа лесных машин для восстановления леса. Этот проект реализовался у нас в течение трех лет, и мы на нем заработали 245 миллионов рублей. Это самый крупный проект. Что же касается других государственных проектов, то у нас есть госзадание, посвященное разработке новых композиционных материалов на основе металлов и композитов на основе их. А также у нас госзадание о разработке новых продуктов питания. И здесь нужно учесть, что эти продукты питания у нас разрабатывают с учетом использования их в арктическом регионе. Раньше было так, что мы выходили с инициативы к предприятиям, закажите у нас исследования, какие-то внегр и так далее. Сейчас акцент сместился, и предприятия приходят к нам и говорят, что у нас есть такая-то проблема, помогите нам ее решить. Для нашего вуза сейчас одна из первостепенческих задач – это привлечение молодых ученых, привлечение молодых преподавателей для того, чтобы работать, развивать. И здесь нужно понимать, я уже к молодым ученым не отношусь, я уже давно, но я с ними общаюсь. Я прекрасно понимаю, что у них совершенно другой подход к той или иной тематике. Он очень интересный, он очень необычный, но самое главное – он результативный. Поэтому за молодой наукой у нас будущее. Какие еще технологии, разработанные в вашем вузе, вы считаете наиболее интересными, значимыми, может быть, для города? Наши дизайнеры, наши строители очень тесно сотрудничают с городом. И вот некоторые дизайн-проекты, архитектурные решения, которые реализуются как у нас в городе, так и в нашем крае – это идеи наших студентов, идеи наших преподавателей и так далее. А для города, я бы сказал, для предприятий мы реализуем очень много проектов. Например, для завода механических прессов мы разрабатывали систему локальных очистных сооружений для их нового линии по катафорезному грунту. То есть мы заботимся об экологии, которая будет в стоке. Кроме этого, для города… Вот у нас недавно закончился строительство, вернее, ремонт моста около Нового рынка. Да, и сейчас строится развязка в Зеленогорском тракте. Все пути обхода, объезда и так далее – это результат деятельности наших специалистов, анализы, и они разрабатывают все эти. Их можно ругать сколько угодно, и многие так делают, да. Но с другой стороны, на мой взгляд, они делают наиболее оптимальные вот эти вот процессы. Ну, вернемся к нашему проекту, который, как считаю, самый крупный, да, это то, что у нас Павл КамАЗ. Здесь можно сказать, что это не только для города, края, это для всей страны. Ну, у нас ежегодно и сообщения идут о пожарах лесных. И вот наша разработка, вот эти два лесных трактора, которые, они, прежде всего, нужны для того, чтобы восстанавливать эти леса. Или после вот этих палов производить вырубку именно подпаленного и так далее леса. То есть мы не для заготовки леса придумали трактора, а именно для того, чтобы их восстанавливать. Я считаю, что вот этот проект для края и России наиболее интересный, который был реализован в последние годы в нашем узе.